привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур со мной джек шепард мы продолжаем играть бейзи поздоровайся всем привет друзья мы на я никуда не делся если что мы находимся все также где-то в окрестности гуглова но уже достаточно далеко от него ушли меня трясет всего это последствия шока последствия адреналина в крови потому что меня чуть не порвали в конце предыдущей серии но в итоге мы нашли потом чуть попозже жатву у нас все достаточно хорошо сейчас бинтов хватает конечно у меня нету морфия если не сломают еще одну кость то зарастить ее будет нечем так и теперь нам нужно двигаться дальше куда пойдем да а мы обойдем этот амбар справа и будем спускаться если мы обойдем этот амбар справа то мы пойдем как раз к тому месту где мы собственно были уже по моему мы сейчас квадратик сделаем не знаю последней серии ты неплохо справлялся поэтому я доверюсь тебе это не то что у нас пятничную серию ты у нас кругами водил просто восьмерками так что здесь у тебя вроде все нормально ты лучше ориентируешься чем я потому что я вообще честно говоря просто мне охота самого себя застрелить а ну ты это почти сделал когда решил проверить насколько хороший я же не знаю как это все удачно в итоге то прошло ну как удачно у меня припасы кончились в итоге я не в том смысле что ты жив мы продолжаем двигаться ну да ленту хороши желают удачи спасибо спасибо короче слишком уж шумно это хрень че там далеке это дерево просто я думал вышка мы пока двигаемся там скоро он уже поле будет быстрее будет и тряска прекратился на меня раздражается у меня уже цвета все вернулись практически да у меня что-то как-то не особо у тебя сколько здоровья 76 963 621 но я еще не ел я берегу ты нас выводишь по моему обратно к тому полю где мы только что чуть меня не сожрали где где мы забежали в лес и вот по этой полянке как раз мы по-моему пробежали в год и развернулись сейчас нет 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 это все вообще сзади нас осталось я бы с тобой поспорил на 100 рублей но ты же все же не отдашь так вот сейчас мы выйдем на опушку давай хотя может и да я же говорю тебе вон видишь вон там в любом случае на право идти видишь вон там стоит там барчик вот около него вся эта битва началась вон там около того столба и отстреливал зомби да да но нам все равно надо направо так а ты где находишься поэтому нам надо направо я вперед убежал а ты где за я уже почти вышел я не сзади я справа 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 вот видишь меня я понял где ты находишься все вот мы сейчас вышли теперь пойдем дальше направо то есть вот нам по этой дороге мы наверно дальше сзади еще углубого так светиться не будем нет я иду рядом с деревьями палатку бы найти чужую полно чужую я блин уже тоже лежала живет без записи на темную сторону силы ведет тебя ходил палатку ну я тоже палатки это круто особенно когда они чужие я от каменьки шел как раз помнишь я тебе говорил наверх то и с левом краю карты то есть я где-то на середине пути остановился до той горы которую ты в самом краю карты нашел вот и там была в самом лесу в самом краю карты короче где-то там попница в какой-то я просто бежал случайно ткнулся на палатку но она была пустая представляешь какое разочарование 10 километров пилить по лесу по густому блин не понимаю где то потом находить палатку радоваться на 5 секунд и снова грустить и хотите хотя бы можно было бы ее взять собой но с другой стороны толку от него все вещи которые мне сохраняются они чисто на этом серваке сохраняются другой серваку пойдешь там этой палатки не будет блин кого-то там а к с 74 ненужные в рюкзаке ну да ну или просто можно так написать что у меня не нужно в рюкзаке чтобы все облизывались ну да кстати так что там дали у нас вдали туман и кусты без приближения вижу дальше чем с приближением может быть не знаю ой какой ел пахан еще блин вот если бы я был свежий меня в наверно так не порвали в прошлой серии натурально же меня всего и забрали я и перевязался и морфина принял ну да странный какая-то поляна странная то ли на самом деле туман то ли чё ну да у меня все белое ну да такая что там есть столбы которые означают что какой-то населенный пункт они идут будем аккуратно идти здесь по краюшку я хочу найти а я думаю нас видимость блин начинал одновременно все время говорить давай давай говори давай я говорю мне кажется что из-за того что чем меньше здоровья тем меньше дальше мы видим тем короче ты понял да потому что у меня тут просто белая педина может быть может последствия паники тебя тоже экран трясет кстати говоря у тебя не должно нет у меня все нормально у тебя прошло это середина у меня прям большинство всем этим экшеном хорошо хоть ты не выстрелил потому что еще бы сбежались у тебя вообще тут стреляешь и там через два километра слышно они еще по моему и респятся все время может быть не знаю пока ты потом у разработчик спроси мода то скажи вот если я прям на связи с ними один раз пообщались и после этого я личку на ютубе закрыл уже никто не напишет теперь с ними ты не знаю чуть не договариваться я ехать я не так нормально играем все так ладно не но очень меня радует то что в русском секторе ты посмотри вольте от игроков сколь же русских серверов и сколько всех остальных русских серверов последнее время больше чем всех остальных стал основном россии играет похоже да а люди все равно гоняются за нами на европейских серверах а мы все равно на европейских делим ну как люди это не люди это мутанты деревья ктулхи так ладно мы так долго был какой-нибудь башенка здесь или палатку нормально мы же просто не бежим по дорогам если мы по дороге бежали это бы все быстрее куда прошло так там далеке по-моему вижу двух зомби не по пути там нет я с тем более не вижу даже а то я только встал думаю хватит уже ползком ползать ладно разом значит потерпим да вроде там нет никого оказалось но бережен его был бережен так что ну нафиг да вот этот туман меня очень напрягает что я вообще ничего не вижу что там вдалеке вдалеке по моему дорога и дорога как раз которая ведет туда куда нам нужно то есть большая такая смачная сейчас будет ржачно если мы видим к электрозаводску кстати ты больницу в электрозаводске находил ярче влево же в основном был на краю исполнился выходила потому что там такой жесткий пвп идет что мне не охота в этом участвовать и они для этого в эту игру драйв да там конечно много ништяков такая война идет что да ну нафиг стиком ты уже так шпаришь и перелег сразу не показалось что там зомби стоит на самом деле там никого нет а мне показалось что справа стоит старый наш друг а на самом деле он стоит по моему я конечно без прицела не увижу но барашек там есть да бедный барашек неплохое место для нычки здесь а я кстати реально поначалу не знал что ножиком здесь нельзя убивать врагов я думал что серьезно берешь ножик подползаешь за этих зомби в спиндак ему кстати говорят что ближний бой собираюсь увести но блин я не знаю при местном управлении это будет очень коряво по моему потому что тут такое управление неспешное не экшеновое ну да вот тут дерево прям вырвалось корнями хотя остальные стоят даже те которые вам поменьше не знаю короче так какой то знак блин на нем вообще ничего не видно ты с той стороны она здесь показывает что поворот на право так давай что ли знаешь как сделаем я сейчас добегу туда быстренько ходил и расставлял свои знаки блин это дорога ведет направо интересно что нам скажет знак да слушай а ты блин ты в курсе вообще что мы сейчас если начнем на право поворачь мы опять вернемся куда-то тебя опять похоже сусаник начинает потому что вот этот лесок он далеке дорога налево уходит дорога уходит налево просто мы как-то странно плюс мы идем по проводам вот такие линии передач они идут обычно из города крупного в крупный город так что я думаю мы к новому собору или к старому собору точно должны прийти по ним ну или в какой-нибудь другой городок типа электрозаводская а рядом что ты заладил то я не знаю тебе опять сусаник начинает пошли в электрозаводск придем туда я тебе покажу что он в другой стороне потом поперем три часа обратно придем туда убьем пару пару бандитов умрем сами по новой начнем все что нас там ждет для кого-то это круто для меня это по-моему бред какой-то иисус христос не знает что это за сервер прости иисусе не подскажем да спроси у бога да лучше знаю так опа видишь видишь налево 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 слева 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 вышка 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 на ней что-нибудь вкусное я сусанин я с такой тряской могу только доверять твоему зрению да да и там зомбаки нам надо будет их почистить и вышку собрать вкусняшек с вышки нет у меня слишком черно-белый чтобы заметить похоже ну все теперь я вижу уже а зачем их почистить если они далеко находятся блэхак нам подходит я думаю мы сами-то не знаем где мы тем более что кто-то нас нашел достаточно проблематично будет так я не знаю давай ты туда полезешь что или я полезу кто полезет да я со снайперка тебя покроют и залезь туда я как обычно пушечное мясо если они до 2 солдатика идут девчонкам наверно пошли в деревню но тут если они полезут пока они будут по лестнице подниматься и как раз таки и шлёпнут тут нет ни хрена вообще да чё там вообще ничего нет вообще ничего нет вообще ну да да когда-то везет когда-то нет когда мы найдем машину спускаешься по невидимой лестнице я не знаю по моему пойдем назад и дальше туда вон на холмик пойдем назад я не хочу идти к ним да хотя у них может быть что-нибудь вкусное потому как это солдат вот один человек написал что вот у таких вышек он постоянно брал какую-нибудь вещь выходил с сервера заходил на новый сервер снова брал вещи и так до бесконечности если кто-то считает что-то интересно я не знаю да ну жопу как говорится извините на прямоту это дебилизм какой-то я не знаю нафиг это нужно вообще так мы вот дети точно могу сказать что ты нас водишь кругами опять давай ты вот сейчас повернешь где-то градусов так на 30 налево и вот туда мы пойдем и там мы точно еще не были потому что если мы сейчас будем на тот холмик идти то с него мы попадем как раз к тому амбару на котором мы начинали пошли вот сюда да в эту сторону я сюда иду я не знаю ничего тут начал опять на меня ругаться все время на меня ругают тактично съехал ладно теперь ничего не было я просто шел я шел сидишь джеку где помощь ну да помощь нужна мощном тут я не знаю капсулу как в звездном десанте скинуть вот прям сюда в поле с патронами или как ними зиди патроны доставляют только сначала чтобы еще определили где мы находимся два патрона макарыч какой позор но у нас шашек-то много на поле на напишем конец по шашками все нет не нужно напишет так ладно что-то в этой серии событий маловато мы все что пока что увидели это остальном такой монотонный пейзаж причем черно-белый практически ввиду моего зрения надеюсь у меня не особо-то цветной надеюсь мы сейчас найдем мы на дорогу вышли как раз амбар я опять туда схожу в качестве пушечного мяса найдем там чего-нибудь медикаментов да кстати у меня у меня почему-то уже многие спрашивают будешь ли ты делать пушеное мясо на новое дополнение battlefield 3 че отвечать напиши да буду если будешь я не знаю я как-то я не знаю у меня время не хватает пока что вообще катастрофически у меня на три прохождения тогда но он когда там выйдет то по моему в июне только может там время полегчать так что там как раз было а это просто просвет оказалось просто просвет в лесу он мне показалось что дом стоит так мой персонаж хочет кушать кушаем так и тебя подальше держаться вы сейчас это пердежь начнется прошлый раз не считаются мы вместе на ездят бобов представляешь даже зомби ходят с кустом где-то в лесу тихонько пробираешься такой ты там прикрываешь я иду такой мимо зомби в амбар да все нормально все тихо прикрывай меня я такой да я щас блин 50-м калибром те прям до недели не услышали да ну слава богу реализм вот такой реализм нужен да кто-то там в комментариях к одной серии писал да ну игра нереалистичная почему персонаж не может там писать какать в туалет ходить была бы там по нужде отходишь заходишь там в кустики делаешь свои дела а вокруг зомби ходят а вокруг зомби ходят а ты сидишь такой в напряжении щас подождите на ладно что-то нас на какую-то коричневую тему понесло куда мы идем вообще мы уже сколько идем ни одного населенного пункта не было есть поворот налево ну вот смотри развилка ну давай я тебе предложу куда мы пойдем вот туда дальше вперед или налево ну выбор за тобой вперед конечно в деревне зомби или в деревне зомби но я бы нашел сейчас если аэропорт был бы достаточно таким счастливым человеком там конечно было бы много зомби аэропорт но там я думаю будет находиться куча прикольных штучек всяких да прям от зеленой вышки наверх если идти вот так прямо потому что я был в деревеньке там был указатель на вышку на эту и на аэропорт от зеленой вышки наверх ну старый новый собор мы должны где-то вот прибежать да но если снизу карту смотреть вот как в каменьке появляешься и пилить просто наверх ну я понял это будет зеленая вышка ну вот деревенька бор будет да а кстати та дорога которая влево смотри она туда же идет она идет куда-то в более лесистой местности там можно было бы более безопасно идти но с другой стороны но артур выбрал этот путь да этот путь выбрал я поэтому он однозначно лучше вообще без вариантов так ну дороги респектабл мэн я думаю сейчас эти дороги вообще соединятся а не смотря она уходит направо куда-то нет направо нам не нужно ну давай да стоп ты выбрал эту дорогу идем до конца да мы сейчас опять же туда же придем примерно где мы были серии 2 назад вот она в ту сторону нас приведет сообщение от мтс телефон удачи в дэйзи да да это мтс выбор выбрана для розыгрыша porsche cayenne ах ты тоже выиграл porsche cayenne да все выиграли блин слушай я я хочу выиграть porsche cayenne не смеем отправлять не отвечай мне когда я уже отправил я хочу выиграть porsche все схватано это porsche мой так что можешь успокоиться прости но мне придется тебя убить очень гораздо полный вид вот ни конечно пострелялись теперь зомби вообще то люди сразу такие но 300 штук что-то по-моему надо было по этой лесу полосе все идти вперед а ты куда-то уже ты пошел в ту сторону в которой хотел идти я но ладно будем считать что тут твой выбор на вы чё бездеваетесь всего 300 зомби на сервере зомби много все древут зомби молнив пишет нормально всего триста и все вокруг меня да снова злахи башна молодец у него так хорошо получается башни сшибать а тут он какой-то не жизнеспособный не посмотрел его либо грызут либо да опа опа опять башенка впереди братюня башенка опять я не вижу и там опять зомби эти ходят я опять пушеное мясо да у меня красненькая давай иди вперед сейчас я присмотрю тебя все равно экран серия уже не станет прям между деревьев но я вижу и именно накладывая зомби достаточно до хрена один всего лишь я вижу да наверняка в лесу еще и сказки вам да тут вокруг нигде никого нет даже если убьем никто не вылезет я думаю кроме тех который внутри я вообще не хочу с ним сталкиваться вон там прыгнул один слева тоже военный форум ой их двое даже один чуть впереди другой чуть слева но если аккуратно доползешь к вышке то тебя никто не заденет с правой стороны лучше пройди нет я от этих елочек я с левой стороны уйду потому что справа там всего один зомби а слева тут больше врагов короче я паузу туда я уже метр к десяти от нее то есть ты хочешь за ними следить блин у него фляжка на теле видно что ли прям что фляжка он опять на меня поворачивается смолочь он уходит вообще от башенки я уже около нее с метрах двух а все слева слева они все даже как-то не смотрят особо да не от башенки все отпрыгивают видимо запах от твоих бобов даже зомби отпугивая вот тут много всего так здесь у нас блин короче здесь у нас были восемь патронов для м-1014 это что такое я не знаю это снайперска наверно американская я их возьму пока наверно для м-203 зеленая сигнальная ракета на это подствольника на подствольник я не думаю что мы что-то найдем уже шире так и все что видно две простых консервных банки и дробь для м-1014 они тут похоже м-1014 дробовик скорее всего но пока что возьмем это все что наверно а давай поторапливайся правый зомби начинает идти к вышке так что так все спускаюсь пишет за кем орала зомби побежала я чувствую сейчас будет комментарий блэйхарда ну ждем 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 тихо 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 по-моему кто-то слышит вернее не слышит один слева прыгает от меня другой справа я 3 потерял это помню очень хорошо так я короче по кустикам ползу к тебе обратно я вижу это ты дальше веришься я придется тобой я сразу давай давай ну вроде чистого тобой сейчас я думаю мы вот этого зомбака справа бежим на и даже туда влез пойдем или как потому что слева он тут прыгун там еще один прыгун то есть две точки опасности мы пойдем сусанин что так кроме того что даже не смешно ведь еще ничего я могу сказать что удалочки в этой серии если мы найдем какой нибудь населенный пункт и я печаль из потому что мне как понимать вообще хотя примерно где мы находимся мы уже наверно она ну и на сети бегаем по какой-то лесополосе непонятно 26 минут 43 секунды даже так и самые яркие события за серию это вот этот вышка была достаточно скучно я бы хотел чего-нибудь но их было две две вышки нам везет не знаю может быть ты хочешь чтобы здесь как в террарии бегаешь бегаешь и хрена падает метеорит вниз так не знаю с патронами там прилепленными не знаю как метеорит или еще чем-нибудь что-то я уставший такое блин по идее тут нафармить по-быстрому себе оружие и оборудование если чисто задаться этой целью можно за час за полтора но это вот именно читерскими способами там выходить заходить если агрызут выходить пробежать напрямик там если тебя стреляет выходить пробежать напрямик до тех нычек посмотреть в интернете где чё лежит ну нахрен это нужно эти серии не всегда я воспринимал как кино так вот чтобы стремиться там самое лучше получить да ну нафиг говорят что у нас нет определенной цели у нас есть определенная цель во первых нужно найти карту во вторых нужно собрать автомобиль увидеть зеленую гору и собрать вертолет на вертолете и улететь нахрен с этого острова и вот это будет я думаю замечательно а разве можно не ну по крайней мере на этом мы сможем завершить эти серии если будет повод посмотрим просто это я думаю будет логичным завершением серии читать что Blackheart пишет да он по моему я не знаю вместо морфина сеть что-то другое ковит ну а почитаешь такие вещи так куда же мы по дорожке мы идем дорожка уходила куда-то вправо там куда-то вперед либо можно вглубь леса пройти но давай я опять оставлю решение для тебя ты вообще уже направо ушел в глубине леса я думаю будет побезопасней но тут по крайней мере я не могу конечно сказать куда мы идем потому что я в полубредовом состоянии меня всего трясет от адреналина мой персонаж достаточно плохо себя чувствует по крайней мере сытый зато и пить не хочет кстати надо воды найти у меня же воды вообще нету да или у меня одна газировка осталась у меня две пустых фляжки но у меня это точно не осталось я свой уже выпил и одна банка а у меня есть одна фляжка с водой и одна банка газировки если что я тебе газировку дам и сам воду выпью отлично сам этой химией травись да чтобы у меня там блин слиплось все да прикинь окажется в кока-коле на литр жидкости стакан сахара это офигеть ну да а еще ей хорошо в лайт версии наверное пол стакана но кстати не всей колой я разрушитель мифов смотрел там они миф проверяли там можно ли зубы там не знаю это окислить в коле в итоге они только становятся коричневенькими и ничего с ними не происходит по большому счету коричневенькие зубы мы пытались машину мыть да так тут опять какая-то это окопчик но я не вижу там налево есть ну пошли вот по этой дороге она ведет куда-то в интересные места да по дороге она явно куда-нибудь нас приведет правда я вот всегда с большим подозрением вот на такие вот низины смотрю потому что такие низины они бывают около побережья хотя он опять за свое как вы поняли он думает что мы все еще идем в электрозаводск просто прям какая-то идея фикс мы все идем и идем в электрозаводск он хочет идти вглубь леса а джек шепард злой видит в электрозаводск не но если бы мы сейчас вышли на побережье это тоже неплохо было так что там внизу подожди смотри там что то есть меня трясет ты давай посмотри потому что я на такое расстояние подожди в течение ух но мы снова вылетели похоже только не говоришь что нам придется на этом заканчивать серию 31 минуту мы наиграли придется видимо слеплять но подождем пока хотя я думаю это уже слеплять понимаешь все у меня нормально я отлупился о да отлупился ну скорее вот ладно а ты великий нагучий русский язык ты где куда ты делся вот я справа тебя справа учитывая что я вернусь я все равно едет вперед или это пинг это пинг потому что я в лесу нахожусь а ты мне вообще вперед идешь а вот и ты ну как посмотри на меня что пойдем туда куда-то вправо вниз или на меня смотришь смотри да лево вправо лево вправо все нормально с пингом короче ну нет подожди давай-ка обратно на опушку выходи потому что нас отвлекла от очень важной темы вот этой хрень там внизу какой-то амбарчик возможно в нем будет жратва или там да нет там они обычно пустые обычно они пустые не знаю может цветов не пустой но там же никого нет хотя хотя может быть внутри что-нибудь здесь не дошли по крайней мере если сейчас зомби боясь то уже будет повод как бы отказаться от этой идеи ну одного я вижу скажем вон там да единственное чего что я даже себя убить не могу в этой игре кстати довольно сложно так ты можешь как-нибудь посмотреть этот амбарчик у него вход вообще есть какой-нибудь странный или он тупо как этот для мебели ну во первых там вон зомби вдалеке ходит ну один вдалеке сейчас посмотри надо слева обойти его я позади тебя просто если вход как я понимаю со стороны дороги должен быть чё так ещё раз да нет ничего я уж сам забыл у меня глава квадрат там дорога вообще резко наверх идёт это не тот пик который ты искал нет ты бы уже видел эту антенну эту антенну видать бит в километре за два так ну ка чё вот в этом ангаре за амбаре за амбаре амбаре так ну ка нет закрыт здесь закрыт ну амбар амбар там закрыто так тут у нас дорога будем подниматься наверх нет наверх а чё нам там наверху делать даже тут уже не ну вот согласись что мы вообще не понимаем уже куда идём да если в начале какой-то план был то последний а если крепость если крепость пойдём туда да на самом деле посмотрим крепость только не по дороге да вот по прямой прям крепость я хочу ты хочешь крепость давай я тебе построю крепость из конпичей ты там как на даче то уже настроил нет хватает конденант скоро закончится и хватит кстати наверно когда уже серия выйдет уже наверное закончится там крышу осталось только доложить так так а как же гаражик на гаражик нужно что там пишет blackjack Вся нас уже зовут Блэк Джек. Очень много пошлых шуток теперь в комментариях. Типа, Блэк Джек есть, а где? Что за прохождение такое, да? Извиняйте, ребята, но... У меня, я не знаю, по-моему, блин, кровь что ли чуть-чуть упала. У меня было 69-64, а теперь 69-63-53. Хочу передать привет всем подписчикам. Блин, такие комментарии, мне бы главное, чтобы ЗВИ не вернулось. Короче, тут не будет никак уже никакой крепости. Это уже явно. Да. Но надежда в нас жила, надежда живет, надежда будет жить. Вообще, единственное сейчас пока что, чего я боюсь, кроме зомби, это падение метеорита прямо на нас. Во всем остальном я полностью спокоен. Ты просто давно не встречал бандитов. Так, ну давай двигаться, куда мы шли, собственно. В ту сторону. Да. Блэкер там вообще уже что-то пишет, типа, говорит, даже Бир Гриллс не стал дышать это дерьмо. Бир Гриллс, блин, надо офигеть, конечно. Глубо, человек. Да. Это же... Ну давай сейчас идем здесь, и он такой по дорожке идет. Чуваки, типа, есть попить, да че? Это же, прикинь, это надо поймать змею, содрать с нее кожу, завязать узлом, нассать в нее и в ней носить свою мочу, типа, чтоб потом попить. Блин, ну я встать не знаю. Да, я знаю, я смотрел. Ну причем очень много ходит слухов насчет того, что там с ним целая команда операторов, ходит, что они там между съемками все отъедят постоянно. Это слухи или что-то граще есть. Но даже сам факт, что когда вот показываю, да, что он делает, как бы все равно не каждый на такой способен даже пустить это. Понятно, меня больше всего удивляло у него то, что он в тайгу попал, то, что он без головного убора бегал. То есть я понимаю, что это модно, и во всех фильмах американских есть мороз, то они там без шапок бегают, потому что они натурально мороз-то не видели. На. У нас попробуй без шапки походим и не негрите, и через полчаса будет обеспечен. Для них тут плюс десять зябка, да? Чё-чё-то, ой, морозы настали. Плюс минус десять, вашу мать, да. Пойду за валиками. Да. Как он в тайгу попал, блин? Офигеть. Так. Я смотрел, как он с горств каких-то спускался там вообще, блин, в снегах там по пояс просто. Там под лёд провалился ещё, показывал, чё надо делать, если вы провалились. Ты представляешь, да, намеренно идёт такой, на теле вам покажу, чё надо делать, если вы провалитесь под лёд. Да, начинает прыгать, так и проваливает. То есть, блин, это же есть. Если у тебя столько платили, сколько ему, то ты бы там и под лёд, и в лаву прыгнул бы. О, зайчик. Нужен зайчик. Ага. Да куда нам его? Хотя мог бы его пригвоздить опять? Куда ты вообще идёшь? Мы уже куда-то всё влево, влево идём. Какой влево? Мы прямо сбежём. Мы просто не будем идти. Прямо, прямо до угора. Всё, всё, веди, веди, веди. Окей. Мы уже налево два раза повернули, и идём всё вниз, вниз, и налево, и вниз, и налево. Я думаю, сейчас к берегу... Самое главное, пока кто-то сусанет, не сбивать его и не отвлекать. Может, что-нибудь там выйдет. С другой стороны, если бы мы сейчас вышли к берегу, то по берегу мы могли бы... Набрали бы воды. Ну да, воды набрать. Могли бы добраться до Берёзина, и оттуда пойти уже... Как бы там ориентир был. Оттуда уже пойти вглубь территории, к Хельму, там, и к Старому Собору. Короче, сейчас мы вообще без каких-либо ориентиров тупо идём наугад. Я думаю, нужно... Зато я думаю, это интересно. Интересно? Базара нет. Но, блин, от карты я бы всё-таки не отказался. Ну да. Да и хотя бы от компаса, чтобы примерно понимать, где север. Кто-то пишет, что он нас видел и мог убить. Что? Кто-то нас видел и мог убить. Да по-любому вот в такой глуши в жопе мира, блин, мы сами не знаем, где мы. А он тут рядом ходил и видел нас. Сидеть. По-любому. Видишь? Опа, увидел. Сидеть. Так. Сидеть. Сидеть. Ты можешь отсюда посмотреть, что в ней есть? Ну ты вошли. Там лежит рюкзак. Там лежит рюкзак, я иду туда, мне насрать. А может там зомби есть? Вот я вижу одного, допустим. Вижу, вижу. Там насрадим. Там рюкзак. Что я полез? О, смотри. Нет, там ещё один вообще близко. Подожди, отступи назад маленько и посмотри, вот куда я смотрю. Что это такое там? Ага. Ну нет. Это, короче, какой-то гигантский кристальный диско-шар. Чупа-чупс? Чупа-чупс? Ну видишь, мы куда-то пришли. Может это та вышка? Так, ты идёшь, нет, это не та вышка. Та вышка гораздо больше. Она огромная просто. Ты идёшь, нет, брать этот рюкзак? Давай, иди туда. Иди убивай их. Как его можно взять, они там рядом? Кого убивать? Ну ладно. Да враг прям за деревом, господи. В фуражке ходит. Какой далеко-то. Да блин, да он далеко. Я, похоже, блин, Splinter Cell. А, но он уже отвернулся. А ты нет, похоже. Потому что для меня так в мире не распонаков appear on the phone. Так, я… ."О-о-о-о-о-о". Это же был не рюкзак. Но.. Здесь есть паста, здесь есть патроны для револьвера. Здесь есть для Ленфилда магазин, для М9091, для Макарова есть. Блин, мужик. Как мало человека вечности. Так, я сейчас тогда выкидываю патроны для вот этого М. Думовые гранаты нам нужны, нет? Они отвлекают внимание, кстати. Зеленая, красная. Зеленая возьму. Зеленая возьму. Я выкидываю болт и выкидываю патроны для дробовика, потому что если ты мне дашь патроны для Ленфилда, для них нужно место закрыть. Если я тебе их там, конечно. Ты же хочешь жить, верно? Да. Так, смог гранату. Я пока что на них сижу, чтобы не потерять, если что мне вдруг нужно будет. На свободном месте что-нибудь запихать. Поэтому как наберешь там все, подходи ко мне и будем делиться. Пожрать там много, нет? Там одна паста? Неа. Одна паста только, да? Ну ладно. Я раньше жрать захочу. Да, я совсем недавно поел. Но блин, вот этот гигантский диско-шар на палочке, это клево. Он меня интересует. Так, блин, куда-нибудь складывай, короче, под себя. Ты мне, наверное, отдашь только патроны? Я вижу сначала револьвер, что. Да, больше ничего нет. Держишь? Мне, в принципе, ничего и не нужно. Они под тобой лежат, да? Хотя, что у меня еще есть? А-а-а. Стоит, вот я выкинул. Для М1911 я взял магазин. Подожди, я в твой... В твою сумку, похоже, залез, что ли? Тут лежит пистолет Макарова. Магазин. Зачем он тебе? Да, моя сумка. Отдай его мне. А потому что у меня револьвер и пистолет Макарова. У тебя два пистолета, что ли? Да. Блин, где эти патроны? Офигеешь. Пока их найдешь... Ну вот же лежат. Да-да-да. Где? Ты не взял? А, вот... Нет, я опять... Ну вот же прям тут... Да, блин, где они? Внизу прям лежат. Сейчас найдем, не волнуйся. И пропадут эти патроны. А я-то не волнуюсь. У меня-то патроны есть. Мы их потеряли. Так... Или, может, я их в рюкзак положил, как псих? Нет. Оно почему-то вот где-то тут появляется, как открыть патрол пэк. То есть... Блин, ну, может, ты их ко мне... А, я твой инвентарь открыл. Ты их прямо ко мне в инвентарь положил. Посмотри у себя. У меня было три магазина. Теперь у меня четыре магазина. Поэтому... Все, короче говоря, нормально. Ну, все, значит... Так, теперь... Главное, он знал, что у него четыре магазина, и все равно молчал. Нет, у меня... Куда же зомби ушли? Чтобы мы к этой вышке пошли. Взять мне интересно. Нет, эти патроны для дробовика. Хотя нет, лучше... Ну, их нафиг. Потому что... Давай я возьму. Ты их выкинул, что ли? Да, они на земле где-то вот тут лежат. Если их найдешь, то бери. На будущее, короче, давай мы больше не будем в траву кидать. Вот оно где-то тут, короче. Стальной болт. А, вот смотри, патроны лежат. Теперь у меня пять магазинов. Офигеть. Вот, а я-то думал, что ты взял, а ты, оказывается, все выкинул. Ага, эти все патроны только в это отложатся, в обычный инвентарь. Ну? Хреново. У меня две дымовые гранаты, может, одну выкинуть? Не знаю, как хочешь. Короче говоря, ты... Да вряд ли я потом какое-нибудь оружие возьму, кроме снайперки пока что. Тебе нужно дробь или там... Так, куда см... Да нет. Зачем ты перезарядил револьвер? Я пока их возьму, короче. Мало ничего. А потом еще выкину. Так, ладно, что-то мы замешкались тут. У нас уже 45 минут серия идет. Может быть, в следующий отправимся, вон, к тому Чупа-Чупсину? Ну, давай. То есть заинтригуем зрителей. Это, как вы поняли, серия была проспонсирована компанией Чупа-Чупс. И я думаю, все. В принципе, неплохо. Серия была довольно-таки просто на продвижение вглубь острова или ближе к берегу, не знаю. Ну, короче говоря, куда-то мы продвинулись. Увидимся в следующей серии. С вами были Джек Шепард и я, Артур. Всем пока. Пока, пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok